Отчет начался. На улице Ленинградской установили уникальные часы. Они идут в обратном порядке. Отчитывают время до начала первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это уникальное событие. Впервые в истории Кубка мира запустили такие часы. Сейчас сложно представить, что было бы, если бы в 2012 году было принято решение о том, что Самара не будет участвовать в Чемпионате мира по футболу 2018 года. И лишь личная инициатива губернатора и обсуждение этого вопроса на самом высоком уровне позволили нам сохранить город Самара в списке тех городов, которые примет Чемпионат. И за эти годы сделано очень много, чтобы город выглядел достойно и был интересен не только туристам, но и полезен и гостеприимен для всех жителей Самары. Для многих самарцев это уже становится действительно одним из новых городских символов, которые здесь на улице Ленинградской расположены, на которой, я уже говорил, вблизи жили легенды нашего самарского, а потом и советского футбола, которые защищали цвета сборной страны. Глимзян Хусаинов, Борис Казаков. Поэтому здесь, несмотря на то, что это улица Ленинградская, некая футбольная энергетика здесь присутствует. Не остались в стороне и от грандиозного события звезды спорта. Посол Мундиал, олимпийский чемпион подзюдо Тагир Хайбулаев и бывший футболист Крыльев Советов Антон Бобер. За 12 сезонов за клуб он провел почти 300 матчей и забил 35 мячей. Я желаю, чтобы самарцы в полную насладились всей этой футбольной атмосферой, которая будет царить на Чемпионате мира и проявили должное гостеприимство. Чувствуется, что начинается праздник. Праздник, подготовка к Чемпионату мира подходит, так скажем, к логическому завершению. Стадион достраивается, город приводится в порядок. И уже установили часы, и в воздухе прям такая атмосфера праздника наступает. Я думаю, мы все дружно его встретим с этой Самарой. Часы Чемпионата мира оборудованы цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi и камерой. Здесь можно сфотографироваться и отправить снимок на почту, после разместить его в соцсетях. Кроме фотосессии на Ленинградской разбили шатер. Там можно было проявить талант футболиста в разных настольных играх. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.